Виталий? Хотел просто проверить, железный или нет. На пресс-конференции в понедельник вы другой термин употребились, стальной кулак. В принципе, стальной и железный это одинаково. Это был какой-то месседж кому-то или просто как бы главное, что не мясной? Железо-стально, слова-синонимы. Ну, я думал, что вдруг это какой-то такой вот посыл кому-то. Скажите, пожалуйста, вот спорт и политика, можно считать, что это тоже отрасль шоу-бизнеса? Вы же политик и спортсмен в основном. Знаете, и в каждом из составляющих есть своя часть шоу. Шекспир сказал, что вся жизнь театр, все мы в нем актеры. Но нужно знать о спорте, определенная часть шоу, но нужно не заходить за рамки, потому что можно заиграться в спорте. И есть, несмотря на составляющие шоу, серьезные вещи, которые являются реальностью, как бы мы их не рассматривали. В том же самом, в том же самой политике часть из них является хорошим театром. Но этот театр без соответственно реальности, без фундамента действий, которые должны подкрепляться к определенными шагами, тоже не может быть только лишь каким-либо шоу. Отчасти, отвечая на ваш вопрос, отвечая, отчасти часть шоу и в политике и спорте присутствует. Но большая часть и в том и в другом все-таки реальность. Сегодня Виталий Кличко, он больше политик или больше спортсмен? Однозначно не шоумен. Спорт всегда был, есть и будет в моем сердце. То есть это основное? Спорт был, есть и будет. Независимо от рода деятельности, независимо от занятий. Знаете, политикой никогда не собирался остановиться, но жизнь ставит такие, либо ты будешь заниматься политикой, либо политика займется тобой. И простые элементарные вещи, которые работают во всем мире, к большому сожалению не работают. На Украине уже на протяжении 20 лет мы строим независимость и кроме каких-либо громогласных планов, реальных действий не происходит. Можно наблюдать спокойно за этим, а можно брать на себя ответственность и быть активным. Я знаю как никто другой одно правило. Без борьбы победы никогда не будет. На сегодняшний день мы идем во власть. Мы принимали участие в местных выборах местных советов. Мы сейчас будем принимать выборы в выборах Верховный Совет Украины. Когда будут назначены выборы мэрские и в городской совет, мы точно так же будем принимать как политическая сила участие в этих выборах. Хорошо, давайте к культуре вернемся и к шоу-бизнесу. Весной в Германии вы с братом и Сильвестром Сталлоне провели репетиции, если я ничего не путаю, мюзиклы рокки. Совершенно верно. Расскажите вообще об этом. Это очень интересно. Мировая компания, один из лидеров в роли мюзиклы Stage Entertainment. Это германская компания? Или она общенациональная? Это мировая компания. Все мюзиклы на Бродвее, в Нью-Йорке, мюзиклы во Франции, Германии, во все по всему миру. Stage Entertainment является одной из самых, не одной из, самая крупная компания в мире. Решила поставить мюзикл Рокки. И в данном случае, ну как же Рокки ставить без Сильвестр Сталлоне, того человека, кому принадлежат все права? Ведь он не только лишь актер и играл этого, он режиссер, он является права не только на фильм, на музыку, на имидж данного принадлежат ему. Ну, естественно, это необходимо было адаптировать, мы говорим о шоу, о театре и должна быть реальность. Для того, чтобы это все было более реально, с элементами шоу, мы подключились как ко-продюсеры, совместно с Сильвестром Сталлоне решили реализовывать данный проект. И в ближайшее время, уже осенью, буквально через несколько месяцев, будет представление первых мюзиклов, которые будут проходить в Германии. В Гамбурге? Будут приходить в Гамбурге, Дюссельдорф, Кёльн. Они будут проходить в Нью-Йорке, на Бродвее. Так что, можно будет увидеть также мюзикл «Рокки». Вы уже выбрали исполнителя главной роли? Да. Вы отбирали по физическим качествам? Вы знаете, это должен быть человек с хорошей... Реакцией? Вы можете себе представить, как тяжело найти человека, который поет, который хорошо подготовлен, который будет исполнять не только лишь своим голосом, он должен подражать и быть идентичным с главным героем «Рокки». Спортивные составляющие также имеют, и это должно быть реалистично. Зритель, который должен прийти на мюзикл, должен окунуться в атмосферу «Рокки» и видеть перед собой не только лишь певца, он должен актера, который хорошо двигается. То есть вы будете тренировать с братом исполнителя? Мы ставили и продолжаем ставить многие сцены, которые должны быть. Серьезно? На ринге или на сцене? На сцене. На сцене, да? Нет, ну мало ли, может быть, там как-то выписывали его на ринг. Скажите, а вот на самом деле ваши фанаты в курсе всех ваших талантов, а широкий зритель, допустим, не знает вас как исполнителя песен, а в то время как мне приходилось читать, что в Германии на телевидении вы взяли гитару и исполнили романс вместе со своей супругой. Вы знаете, я когда-то давно-давно играл на гитаре очень неплохо, и как любой подросток, я помню, одним словом, девчонки плакали, романсы пел. Но это было так давно, как будто в прошлой жизни. А на сегодняшний день, ну, в компании, друзей, с огромным удовольствием, там, с супругой можем. Ну, дома гитара есть? Да, обязательно. Аккордеон? Я аккордеон тоже. То есть на аккордеоне тоже играете? На аккордеоне давно не играл. После окончания школы аккордеон остался уже как атрибутик такой памяти. Это было больше желания, сначала это было моим желанием, а потом больше было желанием родителей. А разве не будет иметь бешеный коммерческий успех альбом Кличко? Я не ставил перед собой такую цель. Ну, это все еще впереди, но мне кажется, это фантастическая идея. Я знаю людей, которые готовы вписаться деньгами в это. Я считаю, что это футуристическая идея. Я не ставлю собой цель. Если играть на гитаре или на аккордеон, только лишь для друзей. Нет, Петь, Петь, все, кто слышали, говорят, что много лучше многих профессионалов, как российских, так и украинских. Вам не стят. Это вам не стят? Нет, что я вообще не пою. На самом деле, знаете, здорово, когда ты можешь сыграть в хорошей компании. Хорошая компания, вечер хороший. Обменяться энергией. Спеть старые добрые песни. Ну, вы же знаете, как держать зал, на самом деле, когда вы на ринге? Вы же думаете не только о том, как уделать противника, но и о том, чтобы держать. Когда я выхожу в ринг, для меня существует только лишь один человек в этом огромном зале, в котором находятся десятки тысяч человек или на стадионе. То есть, вас не парит, как вы выглядите? Ваша задача просто сделать соперника. Моя задача сделать свою работу настолько хорошо. А если я буду смотреть, как я выгляжу, то это может очень плохо закончиться. Скажите, а вы снялись в видеоролике? Ну, вы знаете, как вы в видеоролике? Нет, нет, нет. Ну, как, рекламный видеоролик Евро? А, да. Мы снимаемся очень много, поэтому... В видеороликах во многих, да? Нет, я ему договорил про Евро. Евро, да. Да, а были предложения, насколько я знаю, сниматься в кино? По-настоящему, по-настоящему. Владимир снимался по-настоящему в кино, 12 друзей Оушена, вместе с Джулия Робертс, Прэппит. А вам предлагали? Я тоже присутствовал. Одно могу сказать, очень непростой кусок хлеба. Ты же неужели тяжелее, чем бокс? Это монотонно. Это, знаете, фильм, видишь ты, это очень многие интересные сюжеты проходят за секунды, а сколько труда для того, чтобы снять один, два, три... Ну, то же самое в ринге, там за секунду можно отправить человека в нокаут, а тренируешься годами для этого. Мне кажется, очень много общего, на самом деле. Я думаю, что есть очень много общего, но если будет сниматься и пробовать оставить перед собой покорение голливудских вершин, то, скорее всего, Владимир, перед собой никогда таких целей не ставим. А детей, кто-нибудь из ваших трех детей, может пойти в кинематограф, как вы считаете? Вы ведь явно не хотите, чтобы мальчики, чтобы и старшие, и младшие пошли в бокс. Как бы я не хотел, старший уже пошел. Уже пошел, да? Он прямо пошел, не спрашивай папу, маму, где он пошел? Папа, и я хочу заниматься боксом. Но у меня ничего не оставалось, как... Странно, мне кажется, что папа такой, который, может сказать, нет, и все. Ну, вы знаете, здорово. Вид бокс, на самом деле, развивает очень многие внутренние качества человека, ребенка, самодисциплину, активность. И я рекомендую отдавать детей на бокс. Я бы не хотел, чтобы они занимались большим профессиональным спортом. Действительно, черстый, жесткий кусок хлеба. Но, тем не менее, на любительском уровне такие занятия могут дать очень много полезного. При этом я где-то читал, не знаю, правда или нет, что вы скрывали от детей синяки свои. Что мама говорила, что у папы неприятности на работе, когда вы приходили с какими-то травмами. Да? Это правда? Ну, это, скорее всего, шутка. А, понятно. С синяками приходил крайне редко. Нет, ну, там всегда можно споткнуться с вестницы, упасть. Синяков никто не застрахован. Скажите, ваш старший сын, он по определению, по месту рождения гражданин США, да? Вы же в Америке, Наталья, жила? Ну, если по определению, то, да, я киргиз. А вы родились в Киргизии? Я родился в Киргизии. Мой отец военный авиатор. Ну, то есть это случайно получилось, да, что Наталья грожала? Я жил в этот промежуток времени в Соединенных Штатах. Где именно? В Лос-Анджелесе. В Калифорнии, значит. Да, в Калифорнии. Долгое время жил в Германии, в Европе, в Соединенных Штатах Америки. И дети родились, так как спорт глобален. И в тот момент, как раз у вас был контракт с HBO, мы больше времени находились в Соединенных Штатах Америки. Понятно. Его двойное имя Егор Дэниел, да? Да. Правильно я понимаю, что второе имя дали, потому что сложно было... Вы все время путешествуете, так, ну, вы граждане мира, вот, в силу того, чем вы занимаетесь. И что просто сложно было все время обучать всех иностранцев правильному произношению имя Егор? Или это все выдумки насчет второго имени? Есть очень много предысторий. Так. Девичье... Девичье... Имя... Девичья фамилия моей жены Егорова. И когда-то, давно я пообещал, если родится сын, назовем Егор. Так. Вот. Затем... Время прошло, вот, пришлось, хотели дать имя Дэни, вот, но Наталья сказала так, подожди, подожди, ты обещал как-то. Так что ты будь добр, держи обещание. А Елизавета, дочка, стала ей Викторией. Только лишь в один день мы решили назвать Елизавета вдвоем, но именно в тот день, когда я боксировал, жена рожала. Был бой, очень непростой. Я в нем выиграл, убедительно выиграл, выиграл нокаутом. И придя к ней сразу же после боя, в роддом, я сказал, слушай, ну это классный день, давай назовем Виктория. Она говорит, не, нет, будет Елизавета. Я говорю, хорошо, Виктория Елизавета. В смысле в этой последовательности? Вот, в этой последовательности. Ну, вы знаете, с женщиной спорить бесполезно, а потом я все-таки обнаружил, что все-таки Елизавета Елизавета и Виктория. Ну, как королев Англии, почти. А с младшим не было споров с выборами имени для младшего сына? Понятно. Ну что ж, я хочу, чтобы в вашей жизни не было никаких споров, а были только поединки, чтобы вы всегда в них побеждали, чтобы всегда вам сопутствовала Виктория. Спасибо большое. Спасибо вам.